Всем привет! С вами сегодня снова Виктория Крокус. Сегодня я вам покажу, как я собираю свой пенал для рисования в поездку и вообще, что я беру из канцелярии в поездку, какую раскраску и какие принадлежности. Если вам интересно посмотреть это видео, оставайтесь со мной, приятного просмотра. Давайте начинать. Сразу скажу, что в некоторые поездки я вообще не беру в канцелярию, а в тех поездках, в которые я знаю, что у меня будет время и желание, я обязательно что-то с собой беру. Хочу начать со своего органайзера для канцелярии. У меня здесь хранится все самое необходимое, все, чем я пользуюсь каждый день и в поездке это мне все тоже пригодится. Буду все укладывать в свой пенал. Пенал я решила взять такой вот розовенький, силиконовый, он вместительный, сюда уместится, думаю, все, что мне понадобится. Меня, конечно, очень давно просили показать, что мне нужно на какие-либо поездки из канцелярии, а точнее показать то, что мне нужно каждый день, даже если я куда-то уезжаю. Так, первое, что мне понадобится для того, чтобы рисовать, это, конечно же, обычный карандаш простой, у меня он от Кухенор. Еще мне понадобится ластик, ластики я люблю такие вот белые, потому что они лучше всего стирают и не оставляют никаких следов. Еще лайнер, это мой любимый от Микрон, потому что он не растекается. Беру его, это то, что касалось рисования. Также все зависит от того, чем я буду рисовать. Ну, допустим, я буду рисовать акварелью в поездке. Значит, я перемещаюсь вот сюда под стол, сейчас, наверное, меня будет чуть хуже слышно, потому что тут хранится моя акварель. Невскую палитру я брать не буду, потому что она очень много весит, и она вообще огромная, мне кажется, ее с собой неудобно брать. Я вот так выдвигаю. У меня две палитры. Маркерами я не очень люблю рисовать, когда куда-то уезжаю. Для поездок у меня есть японская акварель от фирмы Sakura Koe. Она очень маленькая, компактная, я всегда во все поездки беру только ее. Тут и цвета смешивать удобно, нужно будет ее помыть. И вообще она достаточно качественная, хорошая, единственное, что не прилипает сюда. А так она мне очень нравится, поэтому, когда речь заходит о том, какую акварель брать с собой, я всегда беру эту сакуру Koe. Думаю, что вот без этой упаковочки. И также мне нужно найти портативную кисточку, чтобы уже в ней была вода, для того, чтобы не носиться со всякими стаканчиками с водой. Сейчас поищу. Портативную кисть пока найти не могу, надеюсь, что найду. Но, если что, не проблема, я могу взять свою любимую колонок-троечку. Она на все случаи жизни, ей можно рисовать. Кстати, если что, в акварели всего 12 цветов, но они прекрасно смешиваются. И я думаю, что мне хватит. Помыла полностью всю палитру с мылом. Тоже сняла для вас, конечно, видео, думаю, вы уже посмотрели. Так что она теперь чистая. Если кому-то интересно, вот выкраска этой японской акварели. Она очень нежная, не очень пигментированная, но цвета классные. Так, где же я буду рисовать? Рисовать я буду в своем таком скетчбуке. Он небольшой, его удобно возить везде с собой. Тут 60 листов. Он предназначен для акварели и для рисунков. Вот, карандашом просто. И даже вот маркеры акварельные у меня тут. Очень нравится мне этот скетчбук от Fabriano. Покупала его, по-моему, за 200 рублей. Но он на самом деле стоит не то, что стоит денег, он стоит даже намного дороже. Так что акварелью я буду рисовать в нем. Следующее, что мне обязательно понадобится, это раскраска. Так как, когда я еду надолго, мне не всегда хочется, например, рисовать. Чаще всего я просто раскрашиваю, чтобы не забивать мозг какой-либо лишней информации, делать какую-то лишнюю работу, да, когда рисуешь все-таки. Нужно и думать, и выбирать, что же тебе нарисовать, и тратить на это время. А когда хочется расслабиться, отдохнуть, вот, я обычно раскрашиваю. И на данный момент моя любимая раскраска, это вот новенькая от Джана Бесфорд «Мир цветов». Почему именно она? Все просто, потому что она просто сейчас очень популярна, и мне нравится в ней раскрашивать, у меня на нее есть вдохновение. Сейчас вам покажу. Вот недавно закончила такую картиночку, раскрасила полностью, и также покрыла таким лаком, фиксативом для обычных цветных карандашей. И для пастеля подходит этот лак. Чтобы, в общем, эта страничка не пачкалась, никак не осыпалась, и не пачкала соседнюю страничку, я люблю покрывать таким лаком. Получилось, мне кажется, очень мило. И также сегодня с утра закончила еще одну картинку, тоже сейчас покажу. Возможно, кому-то для вдохновения будет вот такую. Это и фломастеры, и карандаши. В общем, такая немножко смешанная техника получилась у этой раскраски. Раскраска очень вдохновляет. Сейчас она весенне-летняя, и обязательно нужно именно сейчас в ней раскрашивать, потому что не успеешь оглянуться, да, уже придет какое-то другое время года, и, возможно, эта раскраска уже не будет так вдохновлять, как сейчас. А пока есть вдохновение, нужно его использовать, пользоваться этим вдохновением. И я беру именно эту раскраску от Жанны Бесфорд «Мир цветов». Вот я не знаю, какие взять с собой фломастеры. У меня всего лишь одна пачка фломастеров таких обычных цветных. Это от Штедлер Brilliant Colors 50 цветов. И я не думаю, что я хочу брать всю эту жестяную банку, да, и все эти фломастеры. Поэтому я сейчас отберу здесь те цвета, которые мне нужны, и покажу вам, что же я решила взять. 50 цветов, конечно, отлично, но эта коробка весит, знаете, наверное, килограмм целый. Все это буду складывать в свой пенал. Во-первых, я всегда использую этот желтый цвет, голубой, синий, розовый, малиновый, фиолетовый, сиреневый. Оранжевый я, кстати, вообще не часто использую, тем более, если честь, что у меня в этой книжке одни цветы. Даже не знаю, стоит ли что-то подобное брать, потому что таких цветов особо нет. Возьму красный, это оранжевый брать не буду. Так, что же я хочу взять отсюда? Я возьму, наверное, голубой, зеленый все. Вот этот зеленый, потому что у меня цветы и растения там. Темно-коричневый и один такой светло-коричневый. Я думаю, что это все фломастеры, которые мне нужны, и которые мне бы пригодились в поездке. Их тут раз, два, три, четыре, пять. Всего лишь 15 цветов я себе набрала. И я думаю, что это немного, и они отлично помещаются в моем пенале. Так, отлично. Это я убираю, потому что тут одна коробка только весит. Очень много. И раскрасочка. Так, дальше, что мне очень нужно во всех моих поездках практически. Угадайте, что же это? Нет, это не планер, потому что я ничего пока что не планирую. И не дневник книг. Это мой личный дневник. Та-дам! Его, наверное, уже все сто раз видели. Совсем скоро я сниму на него обзор, потому что он почти закончен. Я пишу последние месяцы или даже чуть больше каждый день. То есть ежедневно по две-три страницы. Потому что я уже решила закончить этот дневник. Уже сколько можно в нем писать, да? Нужно заканчивать. И в ближайшее время он у меня закончится. И я уже хочу начать новый, потому что этот дневник веду больше двух лет. Конечно, с огромными перерывами. В начале так было. Но мне уже хочется его закончить. И поэтому я его беру с собой, чтобы описывать все свои дни. Потому что для меня очень ценно, что последние, сколько там, 12 лет своей жизни я все записывала в дневник. И я могу вернуться в любое время и прочитать свои эмоции. Все-таки прошлое всегда видится в более ярких красках. Когда забывается, что это негативно. Когда ты перечитываешь запись в своем личном дневнике, да? Про какой-либо день. Ты понимаешь, что в том дне, который ты там сейчас считаешь идеальным, хотелось бы вернуться в то время. Это интересно. Свои мысли читать по какому-либо поводу. К своему дневнику я обязательно беру ручку, которую я буду заполнять дневник. Это обычная черная ручка с альпакой. У меня тут есть такие выкраски. Потому что на розовых листках они не ленованы. Поэтому я тут делаю всякие выкраски. Это очень хорошая острая черная ручка. Поэтому я беру ее. Она немножко весит. Отлично сюда подойдет. Обязательно для выделения дат я беру желтенький текстовый делитель. И также хочу взять наклейки. У меня есть такие наклейки с Алиэкспресс. Они называются Let's Travel. То есть давай путешествовать. Я, конечно, не еду в какое-то грандиозное путешествие. Но эти наклеечки, думаю, будут в самый раз. Сейчас покажу поближе их. Безумно красивые наклейки. То есть они не только когда едешь на море, а вообще на любой отдых. Очень красивые. Беру их. И в последнее время полюбила я украшать такими наклейками маленькими. У меня есть, сейчас покажу, вот такие большие наборы. 1500 наклеек. Как бы можно было их взять, но они займут много места. Это такая целая книга. Я лучше возьму полноценную книгу. И вот такие вот маленькие, тоненькие наклеечки, чтобы не тратить время. Все-таки 1500 все я не использую. Выберу то, что нужно и все. Так, я хочу взять вот эти цветочки, потому что они такие милые, нежные. И фруктики. Все. И вроде бы для личного дневника мне больше ничего не надо, но я еще возьму скотчи. И они не подойдут, потому что ножницы обрать не хочу. Мне лучше взять бумажный скотч, который будет рваться без ножниц. Но я могу взять даже вот такие ножницы. И они режут отлично, хоть они и маленькие. Еще у меня есть такая маленькая точилочка. Ну, не знаю даже. Совсем недавно у меня было видео о покупках канцелярии с Алиэкспресс. Кто не смотрел, ссылка будет в описании. Посмотрите обязательно. Очень там красивая канцелярия. Там я показывала вот эти скотчи. Так что я думаю, как раз таки возьму два скотча. Это такой хаки и желтый. И буду их использовать в своей поездке. Больше мне не нужно. И они рвутся без ножниц, так что ножницы мне будут не нужны. Никакие, наверное, распечатки и клей я брать не буду. Если что-то нужно будет, переклею на скотч. А потом дома подклею. По поводу цветных ручек. У меня их, конечно, очень много. Есть и всякие такие красивые, пастельные. И для рисования садут. Ну, не хочется мне брать ни капиллярные, ни цветные. Я думаю, мне подойдет вот такая вот обычно черная ручка. Потому что украшений достаточно. Еще у меня есть такие вот карандашики. От Derwent Color Soft. Сейчас я вам их покажу. И я их очень часто использую для раскрасок антистресс. Но, наверное, в эту поездку я брать не буду. Потому что мне кажется, что они или сломаются, или я не буду их использовать. И точилку не хочется с собой возить. Так что я думаю, возьму только фломастеры. Карандаши брать не буду. У меня есть такой вот наборчик небольшой с капиллярными ручками. Можно было бы взять для дневника. Но что-то мне не хочется брать. Много ручек всяких. Буду писать просто черный. Если что, так вот хранятся мои художественные материалы. Мои художественные принадлежности так хранятся. Наверное, здесь пора сделать порядок. Если хотите видео, где мы будем наводить порядок в этой полочке. Пишите в комментариях. Обязательно сниму такое видео. Ну вот и все. Почти все, что я уже собрала в свою поездку. Если кому-то интересно, то в ближайший месяц я закончу этот ЛД. И начну новый. Скорее всего, это будет вот этот вот личный дневник. Этот дневник я привезла из Арабских Эмиратов. Из Дубая. Когда отдыхала в прошлом году. И он очень красивый. Просто идеальный. Я давно хотела именно такой. Здесь есть киста для полародных фотографий. Есть кармашек для того, чтобы сюда хранить всякие памятные штучки на зип-замке. И также он на резиночке. И выполнен такой в стиле путешествия. Он стоил 69 дирхам. Сейчас я даже посчитаю, сколько он стоил. Потому что я сейчас забыла немножко. Он стоил 1200 рублей. Хотя нет, не очень дорого. Нормальная цена. В общем, это все, что я беру с собой в поездку. Надеюсь, вам такое видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, чтобы вы взяли в свою поездку. Я как бы по-разному. В какие-то поездки вообще ничего не беру. Есть такие поездки. В какие-то беру много. А еще помимо этого, я возьму книгу, которую сейчас читаю. Знаменитый каталог Walker Down. У меня тут 53-я страница. Вчера вечером начала читать. Тут довольно крупный шрифт. Книга про путешествия. Про охоту за сокровищами. Довольно-таки динамичная. Думаю, в поездке будет не скучно. И вот такой пенал. Получилось не сказать, что много. Да, это же я не беру. Вот. Такая небольшая горочка. И это тоже не беру. Вот. Все, что я беру. И думаю, что это нормально. Подписывайтесь на канал. С вами была Виктория Крокус. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.